15 команд управления внутренних справ Брестского Абл-Виканками принимают судеб в традиционном турнире по мини-футболе, который стартовал в областном центре. Пропаганда здорового ладу життя, спортивная и профессиональная подрихтовка и отбор отделников на республиканский чемпионат Министерства внутренних справ – задача этих спортивных баталий. В последние годы необходимо, наверное, сказать, что мы немножко сбавили позиции, потому что буквально в 2016 году мы заняли всего лишь седьмое место, но амбициозные наши планы на этот год, как минимум, призы. По личному опыту и по наблюдению, что в целом в каждом территориальном органе внутренних дел есть секции по мини-футболу, и именно там определяется состав той будущей команды, которая представляется на чемпионате УВД. Это люди, которые на собственном инициативе, опыты, они любят, они хотят, они могут играть в мини-футбол, поэтому они сегодня и здесь. Турнир по мини-футболе царод супрацовников правооховных органов проводится уже некольки десяти годзев запор. За этот час им смогли принять удел некольки поколений супрацовников Управления внутренних справ Брестка Аблбаканкама и вынести с этого только добрые эмоции и умасовать свою спортивную форму, которая вельми необходима правооховникам у их нелегкой работы по забеспечению правопарадку. Другий турнир по мини-футболе, старт, якому был даден и у спортивной зале спортивного комплекса «Виктория», собрал у спортивной команды подлетков, которые находятся на улику у инспекциях по справах неповнолетних и самих супрацовников этих инспекций милиционеров. Мне нравится это, люблю бегать, играть, с пацанами мяч погонять. Играл в школе, за сборную играл иногда, то, что это очень хороший спорт. Головная мета турниру – пропаганда здорового ладу життя и профилактика правопорушения в середине категории молодых людей про занятки физической культуры и спорта. Организация занятости несовершеннолетних, в принципе, это, наверное, наиболее эффективная форма профилактики противоправного поведения несовершеннолетних. Особенную актуальность оно приобретает в каникулярный период, когда со стороны всех заинтересованных ведомств приобретаются дополнительные меры, направленные на обеспечение занятости несовершеннолетних, особенно категории, состоящих на учете ВДН. С определенной долей удовлетворения стоит отметить, что уже на протяжении второго года на территории Брестской области отмечается постепенное снижение уровня подростковой преступности. Поэтому наличие какого-то эффекта положительного от нашей работы, конечно, придает еще больших сил и оптимизм в организации этой работы. А одним из прозов для отделников турнира будет бесплатное наведывание гульни одной и другой Кубка Беларуси по футболу помеж командами Динамо Брест, Батай Борисов, Юрий Печор, Миколай Ковалев, телерадиокомпания Брест.